Всем добрый вечер, мы введем наш урок из общины Баноа здесь, в селе Буштино, где похоронен рабы из Надворны, раб Лайфер, раб Морда Хай Лайфер. И сегодня у нас последний день Хануки, на исходе Хануки, золот Ханука, восьмой день, я вчера сказал, что особый день восьмой, который вне природы, над природой, и написано, у кого, не дай Бог, есть проблемы, что не могут дети родиться, особенно у женщин, это вот день, который способен им помочь, что человек за себя сам молится, получает ответ. Хорошо, если есть какие-то вопросы, то спросите меня, если нет, то я расскажу, что я приготовил, можем то и другое. Хорошо, 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 да, значит, так вот, в Ханку опять-таки мы говорим, вот мы победили, все хорошо, но вы понимаете, что это все победа, но очень большой ценой, очень тяжело. Да, и вот здесь вот сколько жил евреев, и сегодня никого их, и всех убили. Это то, что говорит Медраж. Кеолеха урагну кулеем ихшавна кацон кивха, за тебя убивали нас целый день, каждый день, считались мы, как овцы на заклане. Сказал Раби-Юда, это Хана и всем ее сыновей. Слышали эту историю, да? История, есть опять-таки несколько вещей, как звали эту женщину. Значит, в Медраше Танхума написано, что ее звали Хана. Значит, в этом, значит, в Медраше Раба и в Талмуде Гитин написано, что ее звали Мирьяма Танхум. Ее звали Мирьям. Возможно, это даже было несколько раз, и с Хана и с Мирьям. Да, значит, когда, значит, она попала в плен, и все ее сыновья в плен к этим грекам. Привели старшего перед императором, этим вот Антиохом Эпифаном Безумным. Сказал ему, поклонись идолу. Сказал ему, в Торе написано, я Господь Бог твой. Вывели его и убили. Это наружание на иврите. Вывели и убили. Привели второго перед императором. Сказали ему, поклонись идолу. Сказал им, написано в Торе, не будет у тебя других богов, кроме меня. Вывели его и убили. Привели третьего, сказали, поклонись идолу. Теперь идол, это был сам император, нужно понимать. То есть у них были статуи самих себя. Идол поклонства самим себя. Сказал ему, написано в Торе, не поклоняйся другому богу. Вывели его и убили. Привели четвертого. Сказал ему, поклонись идолу. Сказал ему, написано в Торе. Тот, кто приносит жертву другим богам, будет, как сказать по-русски, отсечен от народа. Сегодня это бойкотное, видите. Вывели его и убили четвертого. Привели пятого. Сказали им, поклонись идолу. Сказал им, написано в Торе. Господь, слушай, Господь Бог, Бог наш един. Вывели его и убили. Привели шестого. Сказали, поклонись идолу. Сказал им, написано в Торе. И узнаешь ты сегодня, и положишь на сердце свое, что Господь Бог, Он на небесах и на земле, нет никого, кроме Него. Как можно поклониться идолу? Вывели его и убили. Привели седьмого, самого маленького из них. Сказал ему император. Сын мой, поклонись идолу. Сказал он ему, не дай Бог. Сказал ему, почему? Сказал ему, ведь написано в нашей Торе. Господа ты принял сегодня, поднял перед собой, и Господь принял тебя перед ним. Мы поклялись Всевышнему, что мы не меняем его на другого Бога. И он также поклялся нам, что он не меняет нас, евреев, на другой народ. Сказал ему император. Твои братья, они старше тебя, они пожили, они видели жизнь, они видели хорошие вещи в жизни. Ты маленький, ты еще не насытился днями, не насытился жизнью. Ты не видел хороших вещей в жизни, не получил удовольствие от жизни. Зачем тебе убирать? Поклонись идолу. Сказал он ему, написано в нашей Торе, Господь во царство звуки веков. И также сказано, будет во царство Господь, исчезнут народы. Белопоклоннические, Кнанейские, из его страны, из святой земли. Вы приходите и уходите. Всевышний вечный и остается. Вы, если сейчас на завтра отменяетесь, Всевышний был вчера, если сегодня будет завтра. Сказал ему император. Смотри, вот твои братья убиты перед тобой. Давай сделаем так. Я кину перед тобой монету на землю, перед идолом. А ты не будешь покланяться, я думаю, ты поднимешь монету. Теперь нужно понимать, что на монетах было. У нас сегодня на деньгах тоже нарисованы люди. Другие люди им кланят, любят такого человека или такого. Да, но это денежные банкноты, которые появились не сразу. Обычно на монетах всегда кто-то нарисован. На золотых, на серебряных. Да, чеканины. В цельском зеленина чеканины. Был рубль. Правда? И не только. Поэтому и так в каждой стране, и так всегда. И поэтому он в сущности, император, ему говорит две вещи. Первое. Ты не поклонишься идолу, но внешне будет казаться. Мы обманемся. То есть ты на самом деле за монетой. Они будут думать, что все-таки я тебя победил, ты поклонишься идолу. А во-вторых, монета, за которую он идет, там тоже идол, этот император и монета императора. Тот же самый человек, в другой форме. Сказал ему самый младший. Ой, император, ой, император. Про свой почет ты заботишься. Про почет Всевышнего ты должен намного больше заботиться. Что значит он заботится про свой почет? У них есть спор. Маленький мальчик не слушает императора. Это ему позор. Это ему позор. Его взрослые люди слушают, а маленького мальчика не слушают. То есть император уже понял, с кем он связался. С евреем. Он уже понял, что ему нужно как-то из этой ситуации как-то выходить. Выход, который он находит, это сегодня называется сохранить свое лицо. Сохранить свое лицо. Вот я кину монету, а ты сделаешь вид, что на самом деле. То есть уже просто, чтобы не опозориться. Маленький мальчик опозорил императора. И это то, что говорит ему этот маленький мальчик. Мы видим опять-таки, что, возможно, мальчик был, может быть, не такой маленький. Что он тут приводит предложения. Вполне логично рассуждает. Может, он был шесть. Но ему явно там не шестнадцать. Ему явно... Он не подросток. Он все-таки маленький мальчик. Может быть, восемь, может быть, десять. Но он маленький мальчик. Ты, Игорь, должен заботиться о почете Всевышнего намного больше, чем о своем почете. Понял император, что проиграл. Стали выводить его, чтобы убить. Сказал им его мать. Убейте меня вначале, и чтобы я не увижу его смерти. Дайте я поцелую его. Далее. Сказал еще раз император. Жизнь твоей клянусь. Убейте меня сначала, его потом. Сказал он ей. Я не слушаю тебя. Потому что в вашей ажитории написано. Когда человек находит гнездо птицы, то мать и птенца нельзя убить в один день. И он ей говорит. Вот мать и птенца нельзя убить в один день. Его я убиваю. Тебя я не убиваю. Видите, какой ученый. В скобках это называют заповедь шелохкена, послать мать. Люди думают, что это то, что тут император думает. Что заповедь отослать мать и взять себе яйца, это такая гуманная, гуманистская заповедь. Чтобы пожалеть ее, чтобы она не видела. Ничего подобного. Если такая гуманистическая заповедь, не берется вообще. Кушай рыбку, кушай фруктуру. Если ты такой гуманный, не кушай мясо, будь вегетарианцем. Понимаете? Заповедь отослать мать и взять яйца. Это заповедь экологическая, чтобы птицы не исчезли. Чтобы кто-то остался, а кого-то ты съел. Ничего нет, ничего связано с гуманизмом. И поэтому, когда искажают Тору и хотят делать, как нам хочется, это приводит. Он говорит, я вас не убью, только его убьют. Видите, какой хороший, добрый. И сразу же приказал император убить ее сына. И упала мать, и обнимала его, и целовала его. И сказала ему, сын мой, ты идешь к братцу в раму, и так скажи ему. Он пожертвовал одного своего сына, а я отдала семь сыновей. У него было испытание, а у меня на самом деле. То есть он в итоге не пожертвовал, он убил своего сына. А у меня вышло так. И пока она это говорила, забрали его у нее и убили его. И она тоже поднялась на крышу дома и прыгнула с нее. И вышел голос с неба и сказал, Мать сыновей будет радоваться. Такая история. Это то, что я... А, это было в субботу. Есть такая книга. Венгрия была, который вот написал в годы катастрофы, он взял на себя ответственность за то, что вот евреям здесь не говорили, бежать, говорили, оставайтесь, все будет хорошо. И не было хорошо, не стало хорошо. Убили всех. Поэтому опять-таки мы видим, что быть евреем, это более чем нелегко. Я вчера говорил, что люди, которые боятся, что они евреи, прячутся, заховаться там куда-то подальше. И это понятно, мы ничего не можем сказать. То есть, опять-таки, есть споры, есть споры еврейской традиции. Можно ли вот в этой ситуации, когда их вот заставляют поклониться идолу, можно ли это сделать чисто внешне, чтобы спасти свою жизнь? Рамбам пишет, что если человек хочет освятить имя Всевышнего, то должен умереть. И мы видим, что эти люди освящают имя Всевышнего. В этом медрошине упоминается отец. Есть мать, есть дети, а где отец? Дети, видимо, уже погибли на войне. То есть, так пишут другие комментаторы. На войне с теми же греками. В любом случае, Рамбам пишет, что если человек смолодушничал и внешне только поклонился идолам, спас свою жизнь, это возможно. Это возможно, но не освятил имя Всевышнего. Что на самом деле нужно отдать свою жизнь. Но тот, кто это не сделает, Рамбам понимает и закон понимает. Поэтому в местах, где я живу и работаю в Германии, там были подобные вещи крестовые походы. Первый, второй крестовый поход. Я был в Равен Трира, это на границе с Люксембургом. Там Карл Маркс родился. Там его дедушки похоронили. Один. Два дедушки было, два Равена. Тот дедушка, который немецкий, там и похоронен в Дороге. И там, когда был первый крестовый поход, то пришли и стали всех евреев крестить. И евреи предпочли покончить самоубийство. Часть там прямо, там река течет, Мозель на границе, прямо прыгнули в реку. Часть убежала, католически, кстати, это было, к епископу. Несколько дней там были. И в итоге, там хроники в каждом городе, как раз Равен общим и согласился креститься. А простые люди нет. В жизни все бывает. Он крестился, его не тронули. А люди, которые там, значит, женщины, снова выбежали и прыгнули в реку. Поэтому, опять-таки, быть евреем – это тяжело, быть евреем – это невегко. Мы не знаем, что будет завтра. И поэтому, когда человек говорит, я хочу быть евреем, а пройду Геюр, я в Киев поеду, в Москву поеду, в Иерусалим поеду, в Кудапешт поеду, то ему Равины говорят, вы хорошо подумали? Имеется, думаю, вот такие истории. Не, вы хорошо подумали, где вы будете себе кошельные конкеты купать. Это тоже важно. Вы хорошо подумали, что если придет такое, что будете делать? Потому что одно дело, мы сейчас сидим, и все хорошо между собой. Понимаете? Поэтому выйти в время – это тяжело, нелегко. И поэтому нужно очень постепенно продвигаться. И опять-таки… Добрый вечер. Приветствую. Это немножко раньше начали. И поэтому, опять-таки, наш совет всегда – не торопиться. То есть, можно, все можно в мире, все возможно, но нужно понимать, что быть евреем нелегко. Вон, в Ужгороде Минору опрокинули. Понятно нам, что это люди, которые хотели бы нас опрокинуть, потому что сегодня это невозможно. Но если, не дай бог, как-то власть изменится, или что-то, чего-то, они нас будут опрокинуть. Будапеште в живьем скидывали в Дунай. Там сейчас память не взяли. Только видите это. Поэтому, опять-таки, все эти вот праздники, они нам напоминают, что быть евреем – это не только кушать мацу, пить вино, зажигать свечи. Мы заплатили огромную цену за то, что мы остались те, кто мы есть, понимаете? И поэтому, и каждый из нас, и лично все, и я лично, и мои предки, я даже не хочу про это говорить. Поэтому, мы видим это здесь у вас, вот здесь была полная врезка жизнь, пустыня, никого нет, одни могилы остались. Поэтому мой вам совет потихоньку, шаг за шагом. Я не отрицаю то, что человек чего-то хочет пристремиться, но нужно постепенно, нужно постепенно понимать, к чему ты идешь. И поэтому наша община в Дынох – это, опять-таки, вот хорошо человек учится, постигает, он лучше понимает, на что он идет, куда он стремится. Хорошо, но это, опять-таки, тяжелая история, поэтому я зачитаю несколько более более интересных, приятных, что ли. Значит, опять-таки, Ханука – это Александр Македонский, про него написано и немало в Талмуде. Есть история, как Александр Македонский был верховным судьей. Слышали, да? Так как всегда, царь – это в любой стране верховный судья. Мы видим это в книгах царей, еврейские цари, Соломон, Давид, тоже судят народ. Как говорится, от низшего к высшему, когда низшие суды не сумели решить что-то. Сейчас увидим суд Македонского и суд евреев, ровно наоборот. Итак, есть три истории, немного похожие. Там один тот же главный персонаж. Учили наши мудрецы. Однажды пришли африканцы и подали в суд на евреев, на израильтян. Что такое? Сказали ему, земля Израиля, наша земля. У нас землю забрали. Ну, как палестинцы сегодня. Как написано в Торе, земля Кнана по ее границам. А Кнан был отцом всех людей, и в том числе и нас. То есть, вот эти вот африканцы, Куш, который, согласно Торе, правитель африканцев, он был один из сыновей Кнана. Получается, что они потомки Кнана, земля Кнана их земля. Нормально? Нормально. Есть претензия? Не знали мудрецы, что делать? Какая странная претензия. Был там один человек по имени Гве Бен Пессия. Так его звали. Сейчас мы увидим, что был тот человек очень, очень интересный человек. Он был простым охранником. открывал-закрывал там, где мудрецы учили, заседали. И еще он был горбун. Был маленький, невысокий, у него был горбун. Сказал мудрецам, дайте мне право, я пойду на суд к африканцам. Если я проиграю, скажете, он простой человек, он нас не представляет. А если я выиграю, скажете, о, Тора Моисея победил. То есть, он предлагает такое упражнение, предварительный суд. Если я выиграю, хорошо или нет, не страшно. Такая попытка, да? Хорошо. Дали мудрецы ему это право, пойти судить с африканцами. Пошел, Александр сидел в Египте, Александрия. Основал город в честь себя. Сегодня существует, вторая столица Египта. Сказал им, африканцам, откуда вы берете вашу претензию? Сказал ему Истор, он сказал им, и я вам приведу доказательство Истории. Сказано, проклят Канаан будет рабом рабов, да? Будет рабом и рабом братьев своих. Так написано. господин, который купил раба. Имущество раба чьё? Господина? Господина? И не только это, но сколько мы на вас работали и вы нам ничего не платили. То есть, все, что предложит вам наше, если вы говорите, мы потомки Канаана, Канаан, раб своих братьев, вы потомки этих братьев, и земля Израиля наша, еще и ваши земли наши. Хорошо сказал. Сказал им Александр, верните ему ответ, сказали ему, дай нам три дня подумать, дал им три дня, думали три дня, чесали затылки, ничего не нашли и убежали сюда. И оставили даже свои поля и все сады неубранными. И это был седьмой год. То есть, что искать мудраж? Во-первых, что нашелся такой остроумный охранник, у которого была идея даже лучше, чем мудрецов. У мудрецов не было никакой идеи, что сказать. По крайней мере, в Талмуде не написано. Во-вторых, написано, что же вы будете кушать в седьмой год? Бог говорит, будешь седьмой, восьмой, и на девятый будешь выносить. Хватит, без холодильника хватит. И вот был седьмой год, и вот кушали то, что оставили африканцы. Значит, это вот написано в Талмуде в Томе Сангедрин. В другой раз пришли египтяне, сыны Египта. Александр сидит в Египте, как мы говорим. Судиться с израильтянами, с евреями. Александр Македон сказали ему, написано, Господь дал милость в глазах египтян. евреям, да? И обобрали они Египет. Она как? Обобрали. Верните нам наше золото и серебро. Что у нас забрали? Обобрали, обобрали. Бирать нехорошо. Верните. Поднимаются с колен в Египте. Останут историческую справедливость. не знали мудрецы, что делать. Сказал тот же Гвебен Песе мудрецам, дайте мне право пойти к Александру и судиться с ними. Если они меня победят, скажете это. Охранником нас работает. Ничего не знает. Он нас не представляет. А если я побежду, скажете, Тора Моисея победил. Дали ему право. Пошел на суд. Сказал, откуда вы приводите свои доказательства? Сказали историю. сказал, я вам приведу историю. Написано и время, что сыны Израиля жили в Египте 30 лет и 400 лет. 430 лет. Самая максимальная цифра. Дайте нам зарплату за 430 лет. 600 тысяч взрослых мужчин вас работали 430 лет. Все мы знаем, что основные расходы в любом бизнесе это зарплата. Не материалы. Умножьте. Да, в году 12 месяцев 430 лет 600 взрослых мужчин более чем. Верните нам наши деньги. Сказал Александр Македонский. Ну, верните ему ответ. Он вам ответил. Сказали ему, дай нам время три дня подумать. Дал им время. Три дня ничего не придумали. Убежали. Суда оставили все свои поля и сады и виноградники неубранными. Это был седьмой год. В другой седьмой год. Это не тот же год. И еще раз была одна история. Когда пришли сыны Ишмаэля сыны которые судятся с израильтянами. Сегодня есть суд в Гаге. Там нас палестинцы пытаются засудить. То же самое. Какие-то претензии. Сказали значит они земля кананская наша. Еще одни кандидаты. Земля кананская наша земля. как сказано вот поколение Ишмаэля сына Авраама и сказано вот поколение Ицхака сына Авраама. То есть есть у Авраама два сына. Ишмаэль и Ицхак. Еще сказано но первенца даже от нелюбимой жены признает и даст в два раза больше. А Ишмаэль первенец он раньше Ицхака родился и поэтому должен получить в два раза больше. Правильно? И снова не знали мудрецы что делать сказал им дайте мне право пойти и судиться у Александра если победят скажете это Горбун если я выиграю Тора Моисея победил. Дали ему право пошел сказал им откуда вы приводите доказательства они говорят из вашей Торы из Моисеевой сказал он им прекрасно и я вам приведу доказательства Торы Моисеевой написано и дал Авраам все что у него Ицхаку а сынам рабынь который Авраама дал подарки и отослал их от себя подальше отец который при жизни написал завещание в здравом уме подписал его подтвердил при всех могут после смерти его отец сказали иногда бывает с завещаниями проблема я рассказывал на конференции если помните в шаббат про сатмарского рэба про какие там были мыльные оперы все сегодня значит ну это его не прямые потомки значит там у предыдущего сатмарского рэба у него много сыновей было он написал что его значит первый сын унаследовать станет рэба а потом переписал написал третий и по сей день непонятно когда он был в здравом рассудке а когда уже был больной каждый из сторон говорит наш рэбе а их самозвание у них сегодня два первый и третий первый и третий сын из два завещания из два завещания я рассказывал что эти два брата 20 лет между собой не разговаривают я рассказывал да и только когда заболели короной год назад когда думали что это смертельно первая волна тот кто заболел второй ему позвонил даже не помирились по телефону поговорили вот так но когда есть одно завещание кто его может отрицать когда два тогда проблема поэтому завещание постоянно пытаются подделать поэтому когда человек завещание он там пишет его при 100 человеках чтобы видели что он в здравом уме что нельзя изменить и так Авраам написал завещание при жизни своей в здравом уме никто не может это отрицать убежали они и перестали спорить Александр был в Иерусалиме и встречался с этим Геве Абин Писе то есть он все-таки был непростой человек сейчас увидим что он был довольно богатый Александр Македонский захотел войти в храм Иерусалимский второй храм это можно можно смотря куда в храме есть были и остались даже разные места иногда можно входить иногда нельзя в храме есть Израт-Исраэль район Израиля где все евреи могут ходить там собственно евреи могут ходить тоже чтобы не ходили вместе мужчины и женщины женщинам сделают балкон Ирод построил себе и женщинам поэтому потом уже сегодня второй этаж женский это отсюда пошло второго храма из конца там где стоял большой жертвенник где они поставили идола там можно было ходить там простые евреи приходили дальше где были ступени которые ввели в само здание там уже было нельзя подниматься там стояли левиты и пели а в само здание только коины даже левиты не заходили и в святые святые священники каждому в самом храме нужно было ходить босым без обуви поэтому арабы сегодня это не у нас они этого не скрывают поэтому есть омовение рук раньше было омовение ногу оно у них есть раба есть омовение ног хорошо но как царю как царю объяснить царю всего мира Александр Македонский что нужно ходить без обуви веру инвести слушайте итак евреи стали готовиться Александр придет в храм услышал Гавебен Песен Гавебен Гесан тоже самый человек вот так он был охранником мудрецов услышал что они пытаются что-то придумать Александр хочет пойти в храм что сделал взял сделал ему специальные тапочки украсил их золотом бриллиантами серебром такие тапочки из материи не из кожи они ходили все в сандалиях из кожи мы сегодня там сегодня есть места куда можно подняться я был на храмовой горе специально из Германии полетел однажды там нужно снять обувь и ты одеваешь такие тапочки из материи и ходишь чтобы не посыл можно посыл он делал макерчи этой тапочки и золото бриллианты сшивает пришел Александр сказал ему господин царь там пол из мрамора там пол из мрамора из белого мрамора там говорит очень скользко боюсь я что ты поскользнешься я тут случайно заготовил тебе царские тапочки как говорится рель в кустах сюрприз был заранее заготовлен любая интроизация делается дома царю достойно ходить в тапочках с бриллиантами и золотом это нормально пойдет Александр снял значит свою обувь снял сандали одел эти тапочки захотел и ходил по храму захотел войти в сам храм сказали ему здесь ты ходишь туда нельзя сказал Александр почему сказал ему гвебин пися что если ты войдешь туда у меня говорит горб исчезнет нас бог всех убьет сказал ему Александр давай попробуем сказал если так будет ты будешь истинный врач и будет тебе огромная награда в общем как-то они там шутили это шутили Александры было чувство юмора и Александра македонского этого гвебин пися в общем убедил его не заходить вот такие вот истории да поэтому опять-таки мы видим что иногда простой человек у него есть да такое божественное озарение иногда совет уходит от мудрецов такое бывает правда и это вот то что нам хочет Талмуд сказать что несмотря на то что он был простой охранник откуда у него были золото и бриллиант это хороший вопрос возможно он был абсолютно богатый человек и это вот то что склоняются комментаторы он был не бедный он хотел помогать мудрецам он себя принижал он делал вид что он простой охранник работал да костюм одел охрана ходил на самом деле мудрец мы это видим человек мудрец торы но он себя принижал чтобы помогать другим он был богат ему не нужно было работать мог дома сидеть шить тапочки золота бриллиантов да но мы видим вот какой был интересный человек что даже его горб его травма физическая она не оставляла его от того чтобы он и работал и помогал другим еще есть несколько историй про Александра Македонского сейчас вот есть суд Александра Македонского однажды был Александр Македонский у царя страны Катия мы сегодня толком не знаем где это неважно показал ему хозяин свою страну золото серебро сказал Александр я не пришел ваше золото серебро смотреть мне интересен ваш суд как вы судите в суде проявляется характер людей их вера их порядочность или непорядочность сейчас увидим что Александр скажет хорошо пока они сидят и рассуждают пришел суд к царю никто не может рассудить в чем суд пришло двое один говорит господин царь я купил одну развалину некая здание развалины сегодня тоже люди такие продают покупают была развалина синагога в старом городе который орданцы сожгли только недавно восстановили более 50 лет стало разрушенной сегодня нормальная синагога эти украинские ваши олигархи достроили да вот там это кто там на золотую минору которая полтора метра мне даже охрань нужна тяжелая никто не унесет итак пишут два человека один говорит господин царь я купил господин царь я купил развалину этого человека естественно чтобы что-то построить снес ее и нашел там клад внутри где-то там развалину я купил клад я не купил хочет вернуть сказал тот второй господин царь я продал ему развалину все что в ней не хочет брать деньги обычно это наоборот происходит обычно люди судятся наоборот тут два человека судятся кто кому деньги отдаст обычно судятся кто кому не дал ты мне должен нет ты мне должен я тебе ничего не должен здесь есть очень интересный суд два человека судятся возьми нет не возьму нормально хорошо стали они спорить сказал один почему ты не берешь этот клад обратно ну как говорит тора предупредил про герзель даже про мельчайшую кражу герзель это там одну спичку сколько стоит коробка спичек сколько стоит одна спичка то есть есть как бы некий минимум кражи который с трудом кражей считается у меня у меня в общине была история в одной значит мне говорят работник общины у нас кто-то говорит из туалета туалетную бумагу уносит я говорю да и что будем делать давайте в полицию подадим давайте не будем куда подавать сколько стоит рулон туалетной бумаги мы переживем взял взял все то есть есть вещи которые ниже некого минимума так вот опасаюсь я герзель герзель это мельчайшая спичку чужую забрал и развалено и все что в ней она от небес и до самого подземелья то есть видимо клад был в земле видимо все это его сказал им царь тот кому приехал в гости Александр у тебя говорит есть сын говорит да позвал второго у тебя дочка есть говорит да прекрасно теперь идите и пожините между собой клад будет ваш деньги деньги будут ваши сказал ему царь ну классно я рассудил Оксана Македонская говорит нет он говорит а как бы ты рассудил как я бы рассудил говорит Македонский я бы этому снес голову этому и деньги мне это нормальный судя так нужно понимать нужно понимать что в древнем мире и не только сегодня так думают глава страны деньги страны его некоторые сегодня так рассуждают находясь во главе страны то есть Македонский говорит что нет разницы между личным карманом и государством то есть формально опять-таки деньги ходят в казну страны фактически в его поэтому я бы нашел причину казнить их обоих соответственно македонский классический образец царя так сказать я бы хабар казнил это придумал что нехорошо рассудить деньги отобрать это классический царь да вот такие вот истории однажды Александр Македонский поехал в Африку вот эти вот африканцы которые сидели видимо это после познакомились с ним и поехал в одно государство тут длинно описывают как него тяжело было добраться где-то значит за горами Атласа где-то там в пустыне Сахары судя по всему и в общем государство это в котором только женщины мужчин нет я не знаю куда они мужчин делали как они сами родились но выгнали работать там в поле не знаю в общем удивился он такому государству решил объявить ему войну женскому государству амазонки сказали они ему если ты нас победишь и убьешь скажут ну женщин победил велика победа если мы тебя победим и убьем скажут женщины его победили как ни крути тебе не стоит с тобой зачем тебе с тобой нету никакого выгоды хорошо отказался от войны сказал принесите мне хлеб принесли ему хлеб из чистого золота яблоки из чистого золота гранаты из чистого золота в общем всю еду первое второе третье десерт все с чистого золота сказал он им у вас что золото кушают сказали они ему ты там хлеб приехал кушать тебе что хлеба мало хочешь посмотреть наше богатство мы тебе показываем каждый не понял они показывают что они богаты они понимают что хлеба у него дома достаточно он не хлеб пришел кушать сделали ему золотой хлеб когда вышел от них написал там на воротах города я александр македонский царь всего был глуп до того как пришел в это царство женщин и они научили меня эти женщины мудрости царство картагане картага это карфаген это где-то в районе туниса это где-то в районе карфагена было так согласно мидрашу поэтому мы видим разные истории что александр опять-таки у него чувство юмора было и в то же время справедливость он прислал очень по-своему и того и того казнет деньги себе и поэтому опять-таки он изначально хотел разрушить храм но мы видим опять-таки что в то же время человек не лишенный логики не лишенный ума и вот талмуд упоминает этого гве бен пессию который был мудрец который спасал других мудрецов еврейский народ ну это вот коротко то что я хотел вам рассказать такие вот немножко истории если у вас вопросы то пожалуйста если есть вопрос хорошо запись что-то не слышал